...от военных наук. Сергей Иванович, я приветствую вас. Благодарю за то, что откликнулись. Итак, министр Шойгу сообщил, что теперь обстановка позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели освобождения Донбасса. Как это можно трактовать? Операция теперь концентрируется в рамках не дальше региона Донбасса? Ну, на мой взгляд, здесь однозначного ответа такого дать нельзя. Вообще, конечно, очень неожиданные заявления прозвучали по результатам переговоров. Действительно, министр обороны Сергей Туркетович Шойгу заявил сегодня, что первая фаза операции подходит к своему завершению. Но первая фаза операции, на мой взгляд, заключалась как раз в том, чтобы уничтожить наиболее боеспособную ударную группу. ...группировку, которая как раз направлялась для удара, которое мы предупредили. Вот, это первое. Второе. На мой взгляд, здесь и, опять же, проявляется такая нетривиальная мысль, или нетривиальная идея со стороны нашего руководства. Надо показать, что, во-первых, мы готовы показать мировому сообществу, что мы готовы идти на какие-то компромиссы. Мы готовы что-то обсуждать, но пока никто не говорит, что, скажем, вот та операция, которая сейчас проводится в районе Северодонецка, то есть уничтожение этой группировки, она будет продолжаться. Безусловно, наши ближайшие задачи – это выход нашей группировки на географические границы Луганской и Донецкой областей, как они были в составе Украины. А на этом фоне мы посмотрим, на что, скорее всего, это мое личное мнение, мы посмотрим, на что, вообще говоря, способно руководство Украины. Почему? Потому что, ну, очевидно, что они уже практически не управляют теми событиями, которые идут на фронтах. Вот, группировки, нет такой единого фронта, нет группировки огромной, она вся разведана на мелкие куски и идет, собственно, на уничтожение. Вот с этой целью надо просто показать, а как дальше будет вести себя вот это самое украинское руководство, показать, способны они вообще, скажем, остановить боевые действия. Допрос, по которой была передана нашим представителям Министерства обороны Умены о том, чтобы не пытали наших пленных, тоже говорит о том, что мы и этим озабочены. В общем, все наши озабоченности мы как бы высказали, показали готовность идти на компромисс. В мяч, как говорят, на украинской стороне. Способна ли украинская сторона тем же приостановка боевых действий и сопротивления? Вот фраза о снижении активности спецопераций на киевско-черниговском направлении. Как понимать, вот Чернигов все-таки важнейший стратегический пункт. Полная блокада города отрезает, насколько я могу понять, пути подвоза и техники вооружения, и ГСМ для обороняющейся группировки в Киеве. Что с кольцом вокруг Чернигово теперь? Не актуально? Ну, никто же не говорит, что мы это кольцо снимем. Мы приостанавливаем активные боевые действия. То есть блокада останется. Это, опять же, исключительно сугубо мое мнение. Почему? Потому что все это знают те ребята, которые там, в нас здесь, находятся. Мы знаем с вами, что недавно совсем прошла достаточно серьезная операция по уничтожению группировки, которая готовила контур-удар на Херсон. И там произошли действительно серьезные события. То есть все боеспособные силы, чтобы нанести этот контур-удар, там были скринцентрированы. И именно благодаря действиям наших вооруженных сил эта группировка тоже была уничтожена. Так что таких вот серьезных каких-то сил у Украины просто не остается. На этом фоне, опять же, надо посмотреть, ну а что они могут в этой ситуации, как они могут ответить на наше такое миролюбивое предложение. На мой взгляд, это исключительно такой хитрый ход, который показал, еще раз повторюсь, что мы, с одной стороны, готовы на переговоры, а с другой стороны, способна ли Украина со своей стороны какие-то действия предпринять. Активные действия в исполнении этих соглашений, предварительных, которые были достигнуты. Спасибо. Если так, Сергей Иванович, я благодарю вас. Сергей Миронов, доцент кафедры Международной и Национальной безопасности Дипломатической Академии МИД России, кандидат военных наук был на прямой связи с нами. Мы идем дальше. Продолжение следует.